Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в этом видео давайте разберем короткий, но тем не менее довольно красивый и интересный эншпиль. Итак, в этой позиции у нас сход белых, белые в пешечном эншпиле без пешки, но тем не менее точными ходами белые здесь смогут сделать ничью. Можете сначала поставить видео на паузу, а потом вместе с вами разберем как тут надо играть. Итак, ну что тут прежде всего можно посмотреть, ну допустим какой-нибудь маршрут короля, ну например король d4. Полный очевидный ход, хотим где-то сыграть король допустим на поле e5, ну и съесть в идеале пешку на e6. Тем не менее мы это не успеваем сделать, если допустим мы просто сразу идем на поле e5, то после король d7 у белых цукцванг нет хорошего хода. И на любой отход короля мы теряем нашу единственную пешку и конечно же две лишние пешки это легкий выигрыш черных. Но тем не менее в данной позиции мы можем сыграть хитрее, то есть белые все-таки не обязаны играть сразу король e5. Они могут сделать ход допустим королем на поле e4, с целью сыграть король e5 в дальнейшем. Но тогда опять же таки проблема в том, что после хода король d7 белым нужно будет все-таки играть король e5. И если бы у черных не было пешки на поле c6, то у черных тоже был бы цукцванг, но так за счет пешки c. Цукцванг у черных нет и все-таки ход c5 заставляет белых пойти королем назад. Соответственно пешка d6 все-таки теряется и опять же две лишние пешки это легкая победа черных. Здесь черные конечно же выигрывают. Ну и в принципе что тоже важно. Важно понимать, что на любой ход короля белых у черных план пойти королем на c8, потом какой-то момент на поле d7. Соответственно в этой позиции после дальнейшей потери белыми пешки на поле d6, конечно же черные побеждают. Поэтому в принципе первый ход он вполне напрашивается. Это ход d7. Ну идея простая. Отплечь короля черных от защиты пешки c6. Черный играет конечно же кроется c7. И опять же нам нужно играть d8 ферзь, чтобы отплечь короля от защиты пешки. Черные бьют ферзя, выбора нет. Ну и вот тут напрашивается кроется c6. Но тем не менее данная позиция она пройганная у белых. Потому что черный король успевает попасть на поле f6. То есть белые не успеют сделать оппозицию. Ну показываю самый прямой вариант. Король e7, король c5, король f6. Белый играет король d4. И вот здесь при ходе белых белые успели бы сыграть королем на поле e4. И была бы ничья. Но за счет того, что ход черных, черные успеют делать ход короля f5. И черные тут выигрывают. За счет того, что у них сейчас будет оппозиция. Ну вот допустим, если сыграть король e3, оппозиция после короля e5 у черных. Ну и далее это уже технически выигранная оппозиция. Тут единственное, что хочу напомнить, что нам всегда в таких позициях нужно максимально улучшать положение короля. То есть ведем короля в начале. Допустим, ставим его на поле e3. Можно в принципе и пешку уже вести. Но суть в том, что мы короля в начале максимально улучшаем. И при кроле на поле e3 эта позиция всегда выиграна и у черных. Не важно чей ход. Потому что черные в конце довольно легко проводят пешку ферзи. Но доводить позицию до матов уже точно не буду. Это не думаю, что нужно. Но просто показываю план за черных. Итак, значит какой вывод мы делаем. Что в варианте d7. Если мы просто проводим пешку седаем за тев на c6. То в общем-то это нас не устраивает. Но тем не менее, опять же шахматы не шашки. Это очень важное правило. Что бить мы не обязаны. Ну и если мы дошли до этой позиции в варианте. И поняли, что все остальные идеи точно плохие. То в принципе здесь можно найти и самый сильный ход за белых. Это ход король d6. Красивый очень ход. Занимаем оппозицию. Оппозиция в принципе ключевое правило в эншпиле. Ну и затем у нас простая идея. Если кроли идет влево. Мы тоже съедаем пешку слева. На c8 король на c6 наш тогда. Ну и соответственно на e8 король бьем пешку e. То есть показываю примерный вариант. Здесь на самом деле все довольно просто. Черные просто теряют обе пешки. И получается ничья. Тем не менее, черные конечно же могут сыграть хитрее. И мой вариант обязан продолжить. Даже в данной ситуации после хода король d6. Потому что черные могут сделать ход c5 либо d5. Там одинаково конечно же белые будут играть. Одинаковый принцип. Но давайте его разберем. Итак, черные играют допустим e5. Разницы большой нет. В любом случае на любой из ходов пешек мы должны съедать эту пешку. Вот. И здесь черные играют король c7. Хотят провести похожую идею. Обойти королем и занять ключевое поле b5. Но вот здесь очень важно, что в похожей позиции, что и ранее. Приходит черных король b5 и черные выигрывают. Но приходит белых король c4 и ничья. Потому что король черных стоит на одной линии с пешкой. Должен король стоять обязательно перед пешкой в данной позиции. И здесь черные выиграть не могут. То есть идея у белых простая. Мы всегда если идем назад, идем по вертикали, на которой пешка. Вот. Если же мы в общем-то можем снять оппозицию, мы ее занимаем. Здесь оппозиция достигается ходом король b3. Ну и доведу уже давайте до конца, до пата эту позицию. В конце уже все очень легко, но тем не менее давайте доведем до логического завершения. То есть в принципе что важно? Важно, что в таких вот позициях, когда действительно у нас хуже по материалу, допустим нету пешки. Нужно искать все контр-шансы и соответственно проверять все идеи. В принципе идея у белых не так много. Либо маршрут короля, либо движение пешки. Второй вариант движения пешки с дальнейшим взять им на c6. Однако если мы увидели, что прямой вариант с взятием не работает, тогда в принципе ход король d6 тоже легко находится. Потому что если пешку не бить, тогда и не играть король d6, тогда черные сыграют допустим король c7, король d7, не важно. И защищают свои пешки. И далее с двумя пешками конечно же черные побеждают. Поэтому король d6. Ну и далее точными ходами белые делают ничью. Ну что ж, такой вот интересный эндшпильд. Надеюсь, что вам он тоже понравился. Спасибо всем за просмотр и до встречи.